Друзья, наступает Великий пост 2021. Время особых подвигов, особых свершений. По крайней мере, мы стараемся сделать Великий пост действительно путешествием по нашему христианскому возрастанию. Кто-то отказывается от курения на эти 40 дней, кто-то старается чаще посещать богослужения и ставит себе планку выше, кто-то читает больше молитв, кто-то что-то и делает еще по благословению батюшки, либо сам, чувствуя необходимость каким-то образом изменить свою жизнь. Может быть, больше тратить время на своих близких, либо оказывать дела милосердия, либо жертвовать большую часть денег, чем раньше. В общем, каждый выбирает сам для себя подвиг, который, конечно же, не ограничивается только едой. И я приглашаю всех, кто чувствует в себе такое желание присоединиться к нашему марафону по чтению Священного Писания, а именно Ветхого Завета. Потому что Новый Завет в том или ином варианте мы чаще всего, наверное, те, кто смотрит это видео, уже прочли. А вот Ветхий Завет по разным причинам нами пока еще не освоен. Мы, может быть, читали одно, другое, но весь корпус книг Ветхого Завета мы не прочли. И это, конечно, печально, потому что если мы с вами христиане, если считаем Библию книгой книг, как же мы не прочли ее первой части? Такой важной для нас. Каким образом мы можем присоединиться к этому марафону? А все очень просто. Для начала нужно достать Библию и посчитать, сколько там страниц занимает Ветхий Завет. Вот в моем прекрасном переводе, но это не мой перевод, но я считаю его очень хорошим и лучшим из тех, которые есть в наше время, в переводе Российского Библейского общества Ветхий Завет занимает тысячу с небольшим страниц. Вот число страниц мы делим на 40 дней Великого Поста, и у меня получилось 26 страниц нужно прочитывать каждый день, чтобы за эти 40 дней осилить весь Ветхий Завет. Далее я посчитал с секундомером, сколько у меня занимает время чтения одной страницы, и вышло, что эти 26 страниц, свою дневную норму, я буду прочитывать за 40 минут. Много это или мало? Это достаточно много. Внедрить 40 минут в каждый наш день, это тяжело, поэтому надо заранее вам рассчитать свои силы. Вот у меня, к счастью, вроде бы должно получиться эти 40 минут в дне находить. Если нет, то можно придумать тебе любой другой марафон. Напомню, что сама Церковь каждый день будет читать Ветхий Завет, три избранные книги из него. Это будет книга пророка Исаия, это будет книга бытия, это будут притчи Соломоновой. Может быть, вы вместе с Церковью будете каждый день стараться и следить за ней, и прочитывать вот эти три отрывка. Ну а те, кто захочет осилить весь Ветхий Завет, подсчитывать то время, которое он будет тратить на чтение своего числа страниц, своей дневной нормы, и после этого пытается внедрить их в свой распорядок. Для меня 40 минут подряд читать Ветхий Завет, это будет тяжело, даже в прекрасном переводе. Поэтому я подумал, что утром я буду читать 20 минут, и вечером я буду читать другие 20 минут. В итоге выйдет мои 40 минут, и я буду прочитывать свою дневную норму. Что тут очень важно понимать? Надо трезво оценить свои возможности. Будет ли у вас возможность утром читать или не будет? Если вдруг утром тяжело мы собираемся на работу, сможете ли вы во время каждого обеденного перерыва на работе уделять 20 минут чтению писания? Сможете ли вы, возвращаясь вечером домой, прочесть опять же эти свои необходимые страницы? Надо все продумать и внедрить в рутину, чтобы вы точно знали. Не просто, что вот мне надо в день прочесть там 26 страниц, ничего у него не получится. Вы должны до начала поста четко знать, когда, в какое время вы будете читать свою дневную норму. Может быть вы будете это делать после завтрака, либо до него, после утренних молитв. Может быть вы будете читать на ночь книги Ветхого Завета. А может быть на ночь как раз таки неудобно, потому что вы и так поздно ложитесь, и ваш разум будет говорить «Ой, завтра рано вставать, надо выспаться действительно перед сложным днем, сегодня читать не могу, пропускаю». Так вы сорвете все свое задание, весь свой марафон. Тогда надо вечером включать чтение вот этого Ветхого Завета, допустим, там в 7 часов вечера, сразу после ужина или как-то еще. Поэтому каждый продумывает для себя, в какой участок дня нужно внедрить чтение этой великой книги, даже не книги, а книг. Потому что в Ветхом Завете очень много различных книг, относящихся к разным авторам и к разным эпохам. Но их все объединяет, конечно же, одно. И вообще для понимания священной истории, для понимания нашего христианства нет нужды объяснять, что Ветхий Завет тоже нужно читать. Конечно, начать надо с Евангелия, с посланий апостолов. Но далее надо прочесть Ветхий Завет. И желательно, конечно, не в книжке по картинкам для детей, а в его полном виде, в полном переводе. Повторюсь, что, вот на мой взгляд, самый лучший перевод на сегодняшний день, это перевод под редакцией Михаила Селезнева, перевод Российского библейского общества. Чтобы вам было легче найти эту книгу, я оставлю на нее ссылку внизу в описании, на зоне там или куда уж не знаю. Вот, приведет эта ссылочка, по которой вы сможете купить эту книгу, если у вас ее еще нет. Возможно, у вас дома есть Библия в синодальном переводе. Если вам больше по душе она, можно читать ее. Повторюсь, все шаги, которые мы должны сделать, очень просты. Во-первых, принять решение, будете ли вы пытаться осилить весь Ветхий Завет за пост или не будете. Если вдруг будете, то мы подсчитываем, сколько страниц занимает Ветхий Завет в вашей книге, далее высчитываем, сколько нужно читать страниц в день, далее высчитываем, сколько времени у нас это займет, и после этого внедряем в наш рабочий график чтение Библии. Мы должны знать четко, когда, в какое время, после какого действия нашего ежедневного мы будем садиться за чтение Библии. Ну все, с Богом. Если вы присоединяетесь к нашему марафону, ставьте плюсик в комментариях, мы будем знать, и пишите свой город, откуда вы. Я думаю, это будет здорово и замечательно. Все вместе мы постараемся сделать это дело и выйти из Великого Поста, уже прочитав Ветхий Завет. Одна маленькая ремарка. Может быть, конечно же, так, что, начав с жаром это делать, мы поймем, что, ну, мы просто не успеваем. Либо мы поймем, либо мы вдруг заболеем там, или что-то случится, и мы не сможем осилить наш марафон. Ничего страшного, мы начинаем его не с гордо поднятой головой, не с наездом и не с наскоком, а смиренно склоняя голову и говоря такие слова, «Господи, если ты благословишь, если ты поможешь, я постараюсь это сделать». У меня есть желание, у меня есть намерение, я постараюсь четко спланировать свои действия, но без тебя ничего не получится. И попросим у Господа Бога помощи. Может быть, благословимся у священников своих, если чувствуете в этом нужду. Ну, это было бы, конечно, очень здорово. Но тогда уж точно нельзя будет бросать, если вы благословитесь. И с Богом в Великий пост 2021.